Основанный на данной рекуррентной формуле алгоритм был представлен больше 50 лет назад, то есть в 1960 году, советским математиком Анатолием Алексеевичем Карацубой. Интересно отметить, что Карацуба придумал данный алгоритм, пытаясь доказать нижнюю оценку n в квадрате на сложность умножения чисел. Данная задача была предложена ему советским математиком Андреем Николаевичем Калмогоровым. Алгоритм на самом деле просто реализует рекуррентную формулу, которую мы с вами уже подробно разобрали. Алгоритм удается на вход 2 целых числа в двоичные записи, не отрицательных. Обозначены они через x и y. Через n, как обычно, мы обозначаем максимальный размер этих двух чисел. Если n равно 1, то есть это такой конец рекурсии, тогда мы просто возвращаем произведение двух чисел x и y. На практике, на самом деле, можно возвращать произведение не только когда n равно уже 1, а когда n, например, меньше либо равно чем 16 или 32. Тогда можно непосредственно перемножить эти два числа. После этого мы режем, если это не конец рекурсии, в смысле, то мы режем каждое из чисел пополам. То есть вот через xl и xr мы обозначаем левые и правые, соответственно, n пополам битов. Ну и здесь сделано совсем аккуратно. Здесь слева мы n пополам округляем вверх, а справа n пополам округляем вниз. Учитывая, что n вообще-то могло и не делиться на два на целом. После этого мы производим три рекурсивных вызова. Первый считает произведение xl, yl, второй xr, yr, ну и, наконец, третий xl плюс xr умножает на yl плюс yr. После всего этого мы просто из полученных результатов собираем наш ответ. Собираем так, как уже и было рассказано. То есть мы b1 умножаем на 2 в степени 2 умножить на n пополам, округленное вниз. То есть после этого мы вычисляем произведение в скобках, то, что у нас стоит. Это xl умножить на yr плюс yl умножить на xr, вычисленная как разность p3 и p1, p2. Его мы домножаем на 2 умножить в степени n пополам и к этому прибавляем p2. Вот весь алгоритм, он просто реализует еще раз рекуррентную формулу, которая у нас получилась. То, что он корректен, надеюсь, я вас уже убедил. Теперь нам предстоит оценить его время работы. Давайте для этого мы будем смотреть на дерево рекурсивных вызовов, производимых этим алгоритмом. Дерево будет выглядеть так. Вот если алгоритму надо перемножить в два числа, вот они x и y, то первым делом алгоритм режет их пополам. Вот, получился вот здесь xl, здесь xr, здесь yl, здесь yr. И алгоритм делает три рекурсивных вызова. Слева он перемножает, что там xl умножить на yl, здесь xr на y, на yr. Ну, а здесь xl плюс yl на xr плюс... xl плюс xr на yl плюс yr. Ну, вот здесь написано, здесь аккуратно посчитано xl плюс xr, а здесь yl плюс yr. Вот эти числа здесь и есть. Хорошо, это мы объяснили, как именно мы себе представляем дерево рекурсии. То есть, какие рекурсивные... То есть, вызов для... Рекурсивный вызов для произведения... Для вычисления произведения x и y порождает три новых рекурсивных вызова. Сейчас нам даже не важно, что там какие-то половины перемножаются. Нам важно лишь, что на самом верхнем уровне у нас есть одна задача, в которой нам надо посчитать произведение двух чисел размера n. Она порождает три рекурсивных вызова, в которых мы перемножаем числа размера n пополам. Каждая из них, в свою очередь, порождает три новых рекурсивных вызова размера n на 4. То есть, на следующем уровне у нас уже девять задач размера n на 4. Мы перемножим этот алгоритм, когда мы его попросим перемножить два числа размера n, он сделает девять рекурсивных вызовов для вычисления произведений чисел размера n на 4. Ну и так далее, пока это все не превратится в рекурсивные вызовы для чисел размера 1, состоящих из одного бита. Ну, так в частности произойдет, если n степень двойки, если n на каждом шаге нацело делится на двойку. Вот сейчас мы будем аккуратно оценивать, какое же время алгоритм потратил на все это.